Продолжение следует... 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 Здесь не связано с дождем. Была повреждена сеть водопровода и размыв на тротуаре. Подмыло опору трамвайно-троллейбусного управления. За это где-то порядка двух часов был установлен троллейбус на этой линии. В принципе больше таких по городу ситуаций, которые можно назвать чрезвычайно выходят за рамки ежедневности не было. Но то, что дождь, конечно, дополнительная вода, она всем создает какие-то неудобства. В малой степени или в большей. Но меры принимаются и дежурные бригады, несмотря на то, что целую ночь пришлось работать предприятием и в том числе МЧС, я думаю, что еще придется оставаться на эту ночь, потому что прогноз не совсем такой тешительный для нас в отношении дождя. И на вторую половину дня сегодня тоже обещает нам дождь. С какой интенсивностью, пока еще не знаем. Значит, потом, есть много обращений граждан у нас по протеканию воды в квартиры. Это только из-за того, что в домах, в многоэтажных домах забиты водоотводы. Может, где-то в летнее время и шифер там лопнул, еще какие-то негаразды случились с кровлей. И сегодня много есть обращений граждан по прониканию воды в их жилище. Значит, сегодня силами жилищных служб принимаются меры там, где возможно. Если это не такие работы, не видя капитальных, по текущему ремонту, прочистка этих труб, которые водоотводящих, они тоже в разных системах работают. И поэтому тоже принимаются меры. По жилью у нас было подтоплено два подвала. Один подвал это в АНД районе на улице проспекте Воронцово. Силами аварийной службы жилищников была произведена откачка воды. На тополе в 59-м доме, кажется, сейчас там разбираются, почему. Или это вода дождевая, или же это техногенная вода где-то с водопровода. Ну, разбираются, там тоже идет подмачивание. Значит, в этих случаях еще работаем. Вот вкратце все то, что я хотел сказать.